Всем привет! Меня зовут Артем Коваль, я руководитель направления Большие Данные и Машинное Обучение в компании ClearScale. Сегодня мы поговорим о современном состоянии MLOps и об основном тренде развития этого направления в сторону Human Centered AI. Акцентами этого развития являются Fairness, Explainability, Model Monitoring и Human Augmented AI. Кроме того, мы затронем вопрос о применимости данных подходов и компонент в вашей организации. Современный MLOps состоит не только из CI-CD-пайплайна, обеспечивающего доставку моделей в продакшн, но и из большого количества инструментов, обеспечивающих Model Monitoring, честность, прозрачность и объяснимость вывода моделей. Широко известным фреймворком, описывающим процесс анализа данных, является CRISP-DM. Однако ML-индустрия быстро отошла от него, так как фреймворк не учитан большого количества шагов, специфичных для ML-разработки, таких как Fitch Engineering, версионирование фич, валидация и тестирование моделей, непрерывный контроль качества данных. Однако и в современном ML-пайплайне, стандартном и, казалось бы, знакомом, есть подводные камни. Большое количество исследований и кейс-стадис показывают, что технический долг находится в основном в одних и тех же областях, связанных с качеством данных, фичами, мониторингом и общим аудитом работоспособности системы. Для стандартизированного решения этих проблем в индустрии сформировался подход под общим названием Human-Centered AI. Основными компонентами можно выделить мониторинг качества данных, мониторинг качества модель, мониторинг отклонения предсказаний, мониторинг распределения важности фич в результате предсказаний и общие вопросы, связанные с объяснимостью и частностью модели. Это привело к расширению ML-пайплайнов. Новыми точками фокуса являются вопросы качественного лейбелинга, разметки больших объемов новых данных, мониторинга моделей и возможности человеку провести аудит в режиме Production Inference, отклонив либо приняв результаты вывода в условиях, когда цена ошибки слишком высока, например, задача здравоохранения или финтека. Все задачи стандартного ML-OPS, такие как CI-CD, тестирование, multi-tenancy, также остаются в фокусе. Вопросы честности и объяснимости моделей в последние годы вышли на первый план. Большое количество государственных регуляторов требует возможность подведения аудита моделей к любой точке пайплайна. Также прозрачность вывода помогает быстрее завоевать расположение функциональных отделов бизнеса и заключиться их поддержкой в дальнейшей реализации ML-систем. Отсутствие предубежденности или байоса в моделях крайне важно для предотвращения дискриминации по расовому признаку. Кроме того, типичными примерами дискриминации являются пайос по половому, возрастному, религиозному и прочим признакам. Инструменты и фреймворки типа SHED и AIF 360 служат хорошими точками входа для решения этих задач. Мониторинг качества данных в основе своей является хорошо известным процессом базового анализа данных, но поставленного на рельсы CI-CD. Все также важны шаги визуализации данных, отслеживание метрик и нарушения этих метрик, а также информирование операторов системы в реал-тайм режиме. Инструменты типа DQ отслеживают как статистические метрики для больших объемов данных, так и качественные показатели, такие как отсутствующие колонки, неполные строки, несовпадение по кастомным чекам и т.п. Мониторинг качества модели направлен на сравнение лайф-предсказаний с базовыми Ground Truths, а в общем случае используются хорошо известные метрики контроля минимизации функционала качества, но интегрированный в CI-CD систему на всех шагах ML Pipeline. По-прежнему важны остаются шаги визуализации данных и информирования ML операторов. Мониторинг BIOS Drift направлен на обнаружение отклонения лайф-данных от трейнинг-сета. Также эти инструменты позволяют вовремя обнаружить предупрежденность модели по отдельным обобщенным признакам и классам. Существует большое количество реализаций этих фреймворков как от OpenSource Community, так и от ведущих облачных вендоров. Аналогичным образом процесс ослеживания важности фичи в выводе модели также происходит в постоянном режиме на всех шагах. Вопросы о аугментации модели человеком разбиваются на несколько классов. Во-первых, это ревью результатов предсказания. Основными моментами являются возможности ревью результата несколькими людьми и выведение итогов к воруму с оценкой качества ревью, то есть насколько хорошо человек устраняет недостатки вывода. Второй класс задач связан с быстрым и эффективным по цене лейбелинга больших массивов новых данных. Как правило, это требует использования специализированной системы либо использования решения от ведущих облачных вендоров. Как определить, какие компоненты и подходы нужны вашей организации? Если команда небольшая, ожидается низкий трафик и вычислительная сложность тренировки модели невысока, то крайне важным будет обеспечить хотя бы мониторинг дрифта модели. Кроме того, крайне полезными оказываются инструменты автоматизации большого количества рутинных шагов, оркестрации и диплоймента моделей, такие как Metaflow, MLflow и похожие на них. Если у компании есть возможность выделить сравнительно большую команду для AmoOps системы, то рекомендуется дополнительно реализовать контроль тендентов и версии модели, а также использовать оптимизацию специфичную у каждого клауд-вендора. У трех ведущих облачных вендоров есть кастомные реализации, процессы оптимизации гиперпараметров или же, к примеру, распределенного инференса модели. Кроме того, на таком размере команды и продукты крайне важным становится контроль качества данных. В случаях больших интерпрайзов появляется возможность построения кастомных инструментов как для ревью результатов предсказания, так и для разметки данных. Критическим становится оркестрация тренировки большого числа моделей на большом числе данных, а также наличие общих реестров фич и моделей. Как показывает практика, системы, построенные вокруг экосистемы CubeFlow, зарекомендовали себя максимально качественно. Можно заметить, что человекоориентированный AI является скорее дополнением к любому решению, негативно отдельной сущности. Главное правило – это интегрировать автоматизированные процессы, контроль качества моделей и данных на всех шагах, включая Production Inference в реальном времени. Кроме того, стоит помнить о базовом правиле. Как только система задеплоена в Production, в тот же момент она становится Legacy-системой и требует ретрейминга и корректировки. Напоследок пару слов о том, что нас ждет в будущем. Большое количество ресерча сконцентрировано в Privacy-Preserving Machine Learning, то есть каким образом защитить частную жизнь реальных людей, на базе которых строятся правильные датасеты. В этом же направлении работают исследовательские группы по Models Interpretability. Проводится систематизация и классификация уровней интерпретабилити, а также попытки построить автоматические системы оценки глубины возможной интерпретабилити. Довольно многообещающим выглядит развитие AutoML как в open-source фреймворках, так и в больших клауд-вендорах. Кроме того, измерение качества human augmentation всех процессов и установка этих процессов на количественные статистические рельсы также находятся в фокусе MLOPS Community. Помимо ссылок в презентации, в конце презентации находится ссылок в список дополнительных источников. Всем спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова